привет это уже второе видео про креативное использование лупов сегодня я постараюсь показать тебе что-нибудь интересненько если тебе эта тема нравится то ты можешь проявить активность виде комментариев и лайков под этим видео и возможно будет продолжение 108 ударов в минуту я решил выбрать для сегодняшнего темпа и добавим первый луп он будет гитарным вообще целую пачку лупов мы будем сегодня использовать целых девять штук с этим же в первую очередь в моде выставляем stretch и таймом подгоняем под 8 тактов и слушаем звучит довольно симпатично давайте отправим его на какой-то второй канал микшера и подумаем почему я хочу его переиграть а хочу я его переиграть потому что он играет на ля минор на лупермане там вообще пишут тональности если вы не в курсе а я хочу написать бит в f sharp минор то есть фа диез миноре мы могли бы опустить его на 300 центов но еще мы можем его переиграть потому что это креативно и так отправили его на второй канал микшера сразу сюда ставим wave candy окошко вот это растягиваем как-нибудь вот так вот переключаем на спектр скейл на максимум включаем воспроизведение и видим вот эти нотки слева клавиатурка вот нотки типа как караоке только с гитарой либо вы можете просто загнать это в мелодайн распознать его полифоническим образом и вывести как миди и просто перетащить в фл как хотите так и поступайте в моем случае отлично подойдет нг то есть нейлон гитару то и ефимова вот так звучит мелодия чтобы мы могли ее красиво продлить нам нужно из гитар могут перейти в keyboard мол чтобы могли хоть все клавиши одновременно нажать и давайте все это немножечко продлим чтобы было посимпатичнее еще наверное хотел бы добавить нотки сверху типа вот так здесь будет c и сочетаться d по моему красиво еще можно добавить сюда маленькие переходы четвертинками типа так симпатичнее и d теперь давайте быстренько велосити в данном случае это сила щипка в рамках одного такта у меня громкость будет идти типа вот так а потом вот так вот ну не совсем так а с чередованием то есть первая нота громко вторая нота тише третья нота это между 1 и 2 и так далее типа нет тук 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 вот так по-моему звучит симпатично и зачем я все это переигрывал чтобы показать вам маленькую фишечку мы сейчас увеличиваем темп до 100 давайте тридцать четырех ударов минуту почему бы нет теперь эту мелодию поднимаем на 9 полутонов почему на 9 да просто так shift зажимаем 1 2 3 5 6 7 пусть и наверное чтобы это совсем как балалайка не звучало опустим на октаву вниз теперь переходим в плейлист ставим сюда выделяем control альце жмем старт и получаем вот такой вот колбасоиду давайте переключим на stretch и pitch опустим на 900 центов чтобы вернуться к f-sharp но получается на октаву ниже чем мы были изначально и опускаем темп до 108 обратно и получаем вот такой вот по моему прикольное звучание сразу переименую его в gtr low потому что мы его сразу обработаем чтобы эта гитара была ориентиром для остальных лупов по звучанию первым плагином будет рилс он нужен нам для опять же сэмплового звучания такого пережеванного это типа эмуляция ленты wow flutter уберем his уберем мотор уберем и harshness я убрал wow flutter мы убираем потому что он будет в следующем плагине это tape mellow fai чуть-чуть вернем фильтр добавим драйва и отключаем механик и noise звучание такое стало супер зажеванное и h delay нам сделает его более воздушным и красивым и широким включаем ping pong драйвер 30 процентов пока фидбэка тоже убавим и high pass поднимем low pass поднимем слушаем поднимаем еще сильнее и давайте наверное переключим на просто одну восьмую следующем прок юм и потому что очень много низа вот так вот его срежем но не так чтобы прям супер жестко сделаем вот здесь динамик моих динамик на на самые вот эти низкие нотки и можно еще немножко полочкой прибрать вверх буквально чуть-чуть чтобы еще более такое типа винтажное звучание было и винтаж верб не потому что он винтаж а просто хороший ревер просто стандартный пресет процентов 10 оставим low cut поднимем нормально и еще сейчас подкинем базовый биток чтобы все остальное звучало уже с чем-то вместе и перед этим напоминаю вам что у меня недавно вышел большой принципиально новый видеокурс по битмекингу фл studio 20 от а до я который отлично подойдет новичкам то есть даже если ты до этого ни разу не открывал фл studio по этому видеокурсу ты точно сможешь написать свой первый бит видеокурс стоит 4290 рублей и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать напиши мне ссылка на меня есть в описании прямо под этим видео так что напиши мне прямо сейчас закажи видеокурс и прокачивай свои навыки а я пока подкину биток а дальше займемся лупами биток супер мега простой самое интересное здесь хайхеты с разными пробежками вторым лупом будет вот такой вот вокальчик опять в моде выставляем стретч таймом растягиваем до 8 тактов и ему нужно добавить 500 центов как и в прошлом видосе я все-таки сторонник того чтобы использовать отдельные маленькие кусочки лупов и из них собирать что-то прикольное с этим лупом я чё хочу сделать я его хочу развернуть и давайте сразу его чопнем чоп time base чоп чоп by beats чтобы выбрать какой-то кусочек который хочется использовать на самом деле я знаю что я хочу использовать вот эти кусочки вот так вот и они будут играть у нас раз в четыре такта вот так и вот так то есть именно в начале по моему они будут звучать максимально прикольно и сейчас у меня к тебе есть малюсенькая просьба поставь лайк этому ролику сделай это прямо сейчас ведь тебя уже чем-то скорее всего это видео зацепило раз ты продолжаешь его смотреть а поставить лайк это самый быстрый самый простой и самый бесплатный способ моментально поддержать мой канал потому что если конкретно ты поставишь лайк этому ролику то его увидит больше людей а мне от этого станет очень приятно так что поставь лайк спасибо следующий луп это не совсем луп а скорее акапелла из которой я хочу вырезать кусок поэтому я поставлю эдисон и именно эти куски мы сейчас закинем во фрути слайсер вот фрути слайсер зажимаем вот эту кнопочку перетаскиваем вот он оказался здесь здесь он нарезал его немножко излишне можно конечно нажимать правой кнопочкой мышки на какие-то отдельные фрагменты правая кнопка мышки remove слайс и еще нам нужно опустить его на 800 центов и чуть-чуть давайте все-таки атаку и дикей поднимем ну как примерно я вижу звучание этого сэмпла вот как то так то есть он звучит сразу после того как заканчивается наш первый голосовой сэмпл давайте все это control q продлим до четвертинок и еще один давайте фрути слайсер добавим для того чтобы на этот раз инструментальный луп закинуть который мы будем использовать правда скорее как перкуссионный вот такая вот прикольная флейта только использовать мы будем только вот этот кусок и все нам нужно поднять его на 600 центов чтобы он был в тон к нашей мелодии если вы до сих пор не понимаете как это работает очень просто он изначально был на c как было написано на лупермане чтобы он стал f-шарп нам нужно поднять его на 1 2 3 4 5 6 на 6 полутонов то есть на 600 центов играть он будет либо на 1 либо на второй снайр то есть через один и у нас в итоге в треке будет два основных куска вот этот с более низкой гитары и 2 будет с высокой гитары для этого давайте дублируем нажимаем сюда make unique заходим в range ставим 12 вот тут и пич поднимаем на максимум чтобы получить такую же немножко всратую кривую поднятую на октавую гитару мне такое звучание нравится но перед тем как перейдем ко второму куску там тоже будут свои лупы давайте обработаем вот эти наверное начнем вот с этого на него закинем rc20 вот так вот и микс убавим чтобы сделать его еще позвонче кат поднимем чуть-чуть буквально ревера потому что у нас будет еще один ревер после этого и наверное поставим сюда параметрик я хочу немножко серединки прибрать окей вот так мне нравится после этого можем поставить выхалу шиммер пресет concert hall просто я всегда использую пресет concert hall поэтому мне нравится нет на самом деле он мне нравится и именно поэтому я его постоянно использую потому что concert hall по моему максимально прикольный пресет здесь из стандартных после этого поставим эхо бой на нем стандартно уже ставим ping pong low cut задираем хайкад задираем фидбэк задираем возможно грязнит ладно пока ставим так и ставим pancake послушаем давайте в режиме один бар то есть побыстрее нет давайте 1 2 как-то медленно да вот так нам лучше всего когда он успевает и слева и справа прозвучать в начале теперь box на него я хочу закинуть такую штучку микро shift такой очень прикольный стерео шейпер он звучит не так как стандартный стерео шейпер но работает примерно таким же образом еще наверное сюда сатурн можно поставить чтобы получить такой мягенький перегруз тюби клинтюби и убавить низ еще какой-нибудь винтажайзер нам нужен пусть будет tape me low файм у него еще красивый срез вверх и low pay составим процентов 5 и теперь drive сильнее вот опять тоже на грани с перегрузом ну и какой-нибудь реверок сюда все-таки хочется накинуть это будет выхала винты чвер точно так же как и до этого только эмбинс то есть маленькое помещение но large эмбинс просто потому что мне нравится этот присед и убавим нормально low cut задираем самый сомнительный звук этот флюте и наверное начнем с декабитатора потому что вот такие ear candy то есть такие воздушные яркие пробивающиеся сквозь все звучки мне нравится обрабатывать декабитатором потому что сейчас вы сами услышите задираем где-нибудь до 8 и low cut поднимем high cut немножко поднимем как она прям продирается через все после этого можем поставить эко бой с нетипичной настройкой у нас микс будет уходить в сторону в это нужно для того чтобы первый самый звук он был не таким акцентом как вот разлетающиеся вокруг него облака повторений после этого шиммер также концерт холл и поставим процентов 12 а попробуем беспрецедентную фигню поменять местами кобой и шиммер почему я не очень хочу так делать из-за того что у нас получается эко бой начинает повторять реверберированные куски то есть все очень сильно может размазаться вот такой фигней это превратит ваш битв мыло вообще не стоит так рисковать но здесь почему-то звучит довольно симпатично после этого можем поставить стерео шейпер а давайте мы еще параметриком все это дело вот так вот нарисуем вот такую нарисуем будущий график биткоина сейчас дизлайки полетят можно еще попробовать сюда закинуть тот же самый панкейк и задать ему еще более быстрое движение одной четвертью тоже с миксом на 50 процентов а если попробуем одну вторую 1 2 по моему прикольнее звучит ну и раз уж ты досмотрел до конкретно этого места то скорее всего это видео тебя чем-то зацепило а это значит только одно тебе необходимо прямо сейчас подписаться на мой канал потому что и другие мои видео скорее всего тебя чем-то зацепят или тебе чем-то понравится так что если ты прямо сейчас подпишешься на мой канал и поставишь колокольчик то ты только выиграешь а мне от этого будет невероятно приятно сделай это прямо сейчас а мы продолжаем и теперь давайте займемся партом высокой гитары сюда поставим тоже паттерн ударных делаем его уникальным потому что у нас здесь вместо 808 баса вступит дип рис бас играть он будет примерно то же самое что и 808 только на кто ниже только здесь сначала d а потом уже c и наверное sd будет какая-то такая фигня сюда я добавлю еще один голосовой сэмпл для этого добавим еще один фрути слайсер и перетащим его прямо в него вот он нам никуда его шатать не нужно ни вверх ни вниз поэтому я хочу с ним сделать другую прикольную штуку скинем на канал микшера и на него закинем little alter boy чтобы не трогая пич опустить ему форманту на типа вот где-то вот так и без эффекта это звучать будет примерно вот так запутался в пальцах нажал лишнего выровняем громкость control b включаем эффект по моему в тысячу раз круче всего лишь опустили форманту в общем наверное чем-то еще это можно делать а не только альтур боем и добавим финальный голосовой сэмпл его мы растянем чтобы он был ну типа растянутым и поднимем его на 400 центов послушаем как звучит мне на самом деле нравится только вот этот кусок в нем да все 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 я понял эту фигню сейчас мы уберем с липом нажмем сюда chop time bass chop chop in beats то есть чтобы нарезать его на маленькие кусочки чтобы мы могли сделать из него не то чтобы мелодию но дополнительную фигулину то есть типа вот так вот чтобы было и например вот так вот так потом вот так да нет не это а вот это да мне нравится ну и теперь все это безобразие нам нужно дообработать начнем с вот этого первым делом rc20 но есть отключаем и я хочу использовать rc20 ради digital то есть ради биткрашера в данном случае чтобы было типа вот так только микс убавить чтобы вот этот такой треск от него немножко был но совсем чуть-чуть и можно капельку ревера с коротким очень коротким дикеем после него можно поставить сатурн опять же чтобы немножко его подкрасить и немножечко капельку перегрузить вот так вот clean tube убавим это убавим в самом верху у нас то что делает биткрашер вот этот звон поэтому его нам еще сильнее разгонять не нужно поэтому я поставил кроссовер и вот здесь убираю а вот здесь я разогнал лишнего и наверное винтаж верт на стандартном пресете вот так еще на этом голосовом сэмпле обязательно как и на других нужно сделать дженерик в декликин молд чувствую мне неприятно и не понимаю почему я наверное сюда хочу попробовать в халу ром тоже тут есть прикольный пресетик в дарк дарк вич холл теперь добавим всякой ритмической фигни для начала наверное обычный типичный драм лук вот так вот возьмем его таймом подгоним включим здесь в моде стрэч обязательно и из него нам нужно сейчас много чего будет повырезать во первых нам из него не нужен кик это точно и вот этот кик нам тоже здесь совершенно точно не нужен вот этот прикольный звук да и в общем то меня устраивает только вот этот маленький кусочек сейчас его и продублируем вот такой вот fx лук я еще нашел его мы подгоним тоже под продолжительность включим стрэч и сначала мне показалось что этот звук не тональный но я опустил его на 200 центов как будто бы он стал в тон и каждый такт он играть не должен мне хватило бы раз в два такта поэтому automate и болью можем перетащить пока клипа пониже наверное ем вот так вот вот так вот вот так вот он будет спускаться за вот этот промежуток вниз теперь мы этот клип можем как-то нарезать оставить вначале старт что он стартует с тишины потом сделать вот так потом сделать вот так вот и приподнять все вместе короче мне нравится еще из интересного у меня есть вот такая вот сирена во-первых ее нужно обязательно поднять на 600 центов тогда на в тон но я не хочу использовать как стартер я хочу использовать ее наоборот как типа свип-ап поэтому ее реверси она будет играть раз в четыре такта еще она заканчивается у вот это двое у нам уже не нужен нам нужен только подъем часть подъемная часть и наверное где кликин могут поставим дженерик теперь наверное стоит подкинуть остальной биток ничего сверхсложного я не планирую делать буквально вот я добавила кик вот всякие фиксики чтобы стало поинтереснее open head добавил в точно такой же как в видосе про кизару недавнем добавлю сейчас вот вот этот снэр будет самым интересным потому что он будет играть какие-то вот такие вот вещи ничего себе просто захотелось вот какую такую пробежку сделать в конце на все вот эти драмки тоже будет буквально парочка обработок например на вот этот drum loop я бы хотел закинуть один стерео control просто чтобы они стали чуть пошире и возможно буквально капельку приберем у них низ на этот drum loop поинтереснее на целый ревер потому что точно так же я хочу закинуть на него один стерео control прям перетащим с этого и еще перед этим мы поставим в их выхалу винта чверпс пресетом наверное bright hall задерем сред снизу и убавим микс естественно даже многовато вот так вот так хорошо а вот на эту штуку на эту штучку наверное поставлю параметрик срежем немножко низ и поставим после этого стерео шейпер и чуть убавим ну еще и опять же подкинул каналы с реверберации реф-шот реф-лонг я про них уже тысячу раз рассказывал по чуть-чуть отправил все ударные на этот канал и громкость балансировал и на основной канал подкинул вот этот клипер newfoundland saturate из обработок здесь пока все и на общий канал всех инструментов наверное просто положим что-нибудь собирающие типа наверное что-нибудь типа такого может быть чуть-чуть приберем еще низ один стерео control просто чтобы все вместе сделать чуть пошире и флюзе поднимем наверно и так звучание уже по-моему очень даже неплохое так что давайте сделаем структурку это все немножко отодвинем куда-нибудь вправо во вступление у нас будет играть на гитар хай вот этот вокс потому что он как бы идет вместе с гитар хай если вы не заметили у нас тут два типа принципиально разных куска который между собой объединяет гитара и то что воксы немножко друг с другом похожи то есть они разные но при этом они как бы родственные вот так как назовем потом у нас во вступлении будет вот эта фигня и вот эти штучки deep race bass которые вступят с середины еще наверное мы вот этот клип автоматизации уберем оставим только вот этот и вот этот уберем то есть нас будет играть вот этот луп только вместе с этим fx еще можем добавить сюда флейту и наверное вот здесь вместе с басом вступят какие-нибудь ударные например клэпы снеры хайхеты и можем еще поставить сюда церковный колокол и стомп да и вот это вступление пока что по-моему звучит довольно скучно мы можем сделать его интереснее за счет кучи атмосферных обработок которые будут играть только во вступление во первых вайхала шиммер для начала пресет концерт холл и давайте микс процентов 20 то есть нам не нужно слишком много но и не нужно слишком мало потому что все равно такое вступление будет играть после этого поставим дистрактор чтобы с помощью него сделать cut off distortion хорус и спикер отключаем и для начала я думаю стоит в лихалу шиммер поставить вот сюда а вот дистрактор поднимем повыше то есть сразу после альтер боя альтер бой это такая штука которая очень чувствительна к монофоническому звуку то есть если звук становится вдруг полифоническим то она начинает криво работать cut off правая кнопка мышки create automation clip и сделаем выход из-под воды буквально вот так вот и типа вот так теперь нам нужно будет правой кнопкой мышки на dry wet этого дистрактора create automation clip чтобы он вот здесь вот у нас полностью выключился и теперь шиммер правой кнопкой мышки link to controller тоже на его dry wet и цепляем его просто на дистрактор теперь точно такую же фигню сделаем с флейтой на нее тоже вешаем дистрактор наверное можно на ней даже без шиммера дополнительного также поставим куда-нибудь на самый верх и правой кнопкой мышки create automation clip почему дистрактор поднимаю на самый верх дело в том что если бы я оставил его внизу то вот все вот эти декапитатор шиммер и к бой вот это все оно бы все обрабатывалось дистрактором то есть все наши хвосты все наши ревербы они бы тоже уходили под воду и выходили из-под воды вместе с дистрактором но если мы поставим его на самый верх то все эти пространственные обработки будут накладываться на выходящей из-под воды звук и и и за счет этого будет еще больше движения и за счет этого будет еще больше объемы и все это скорее всего будет невероятно грязно звучать и поэтому такие вещи лучше делать только в каких-то бриджах каких-то прихорусах каких-то вступлениях то есть тех вещах которые должны быть большими и крутыми но при этом они не должны быть такими чистыми, как, например, сам припев или сам куплет. Чтобы ударные стали поприкольнее, тоже можем какую-нибудь такую фигню с ними сделать. У меня есть канал DRM, сумма всех ударных. На него повесим вольхалу шиммер. Да, шиммер на ударных. Могу, умею, практикую. Контурт холл пресет. Попробуем для начала 10%. Нет, 8. Оставим пока так и повесим дистрактор. Нет, сначала дистрактор, потом шиммер. Окей. Теперь cut-off на ударных Create Automation Clip. И начнем движение cut-off процента где-то на 70, давайте. И они будут двигаться вниз, а не вверх. То есть они будут закрываться. Вот как-то вот так. И можно шиммеры даже немножко еще добавить. Давайте вообще 14. И после того, как все проиграет, фильтр полностью открывается, но и дистрактор, и шиммер нам нужно отключить. Поэтому правая кнопка мышки на драйве Create Automation Clip. И вот здесь вот он так оп-оп-отключается. И вот эту точку тянем тоже вниз. И теперь на шиммер правой кнопкой мышки Link to Controller. Вот так, вот так, вот так. Отлично. Что мы еще можем сделать в качестве FX? Скопировать наш FX Make Unique. Он будет у нас высоким. В моде ставим Stretch. Здесь ставим 12. И поднимаем на октаву вверх. Вот этот появился такой Rise очень высокий. И отправляем его на новый трек. И поставим на него маленький шиммерочек тоже. Его никак, наверное, автоматизировать не будем. Мне нравится. Только убавить его нужно немножко. Наверное, все-таки ему нужно включить Normalize и In немножко подкрутить, чтобы он был более выходящим. Вот так хорошо. Теперь мы можем поставить типа припевную часть. Она будет состоять из гитар Low. Здесь начнется куплетная часть, которая начнется с гитар High. Но перед этим хочется добавить еще какой-то маленький райзик. С этой ролью отлично справится стомпик из майка Zara. Реверсим его. И поставим как-нибудь вот так. То есть самый-самый его первый транзиент мы использовать не будем. И это начнется, наверное... Вот так. Отсюда. То есть первой части здесь не будет. Теперь поставим биток. Да. То, что нужно. И сокращаем вот это тоже досюда. Венчаем, забираем. А черт, стомп и крэш ставим на тик, который уже после того, как все ударные вступят. Чтобы получить... Да. И после этого у нас снова будет кусок с низкой гитарой. Потом поставим флейту. А если флейту в данном случае переместить на первый снэр? Да, потому что у нас не будет здесь другого вокса. И теперь биток. Пока просто уберем отсюда опять же венчаемес. И... И оставим вот так. Вместе с этой гитаркой нам подыграет, наверное, вот этот драм-луп. И теперь нам нужно на этот драм-луп тоже накидать кучу автоматизаций. Для начала точно так же шиммер. Консерт, холл, пресет, микс. Давайте пока оставим 10. И, конечно же, дистрактор. Потому что у нас тут все сделано на основе вот этих лоу-пэсов и шиммеров. И правая кнопка мышки на Cut-Off, Create Automation Clip. Давайте что-нибудь ему нарисуем красивое. Он будет у нас начинаться на 42 и заканчиваться почему бы не сделать на 80. Попробуем. Нет, тихо слишком. Вот так. Давайте откроем на... Надо сюда поставить Vox. Поскольку на этом голосе у нас уже висит шиммер, у нас есть его DryVet, мы можем просто вот так вот его немножечко нарисовать. Вот так, вот так. И чтобы он шел... Ну вот, например, до 40% в это. Вот он по чуть-чуть открывается. И закроется он за один такт. Теперь нам нужно сделать всякие вот эти штучки типа этих клипов, поставить сюда еще вот этот стомпик. Потом поставить сюда вот эти штучки. И мы можем на них поднять шиммер. То есть вот только на этот кусочек вот сделать вот такую автоматизацию. Потому что здесь у нас такая яма, а потом начинается сразу припев. Давайте это и реализуем. Еще я все-таки немножко добавил автоматизации нарастания шиммера для ударных, потому что у нас опять же уже этот шиммер у нас уже есть. Почему бы им не воспользоваться вот на этом пре-хорусе. Бам и пам. Окей. Теперь сюда нужно сделать нарастание какое-нибудь красивое. Давайте его сделаем из вот этого. Буквально один кусочек мне нужен отсюда. Вот так вот. И вот такую автоматизацию сюда ставим от него. Давайте вот здесь его уберем, этот стомпик. А вот так оставим. Да, отлично. Ну и пришло время для финального штришочка. Это мастер на озоне. Имиджер поставим, наверное, эксайтер поставим. Да и все, в общем-то. На имиджере я когда так все настроил. На эксайтере джентл тейп. На максимайзере вот такие настройки. Были комментарии о том, что хотелось чего-то побольше, посложнее. Вот вам более сложный, более крупный бит. Я надеюсь, вы удовлетворены. Теперь можете написать об этом в комментариях, что да, это достаточно сложно или нет. Это недостаточно сложно. И поставить лайк этому ролику, если он понравился. Ну и напоминаю, что у меня вышел большой принципиально новый видеокурс по битмейкингу FL Studio 20, который отлично подойдет новичкам. Чтобы узнать о нем подробнее или чтобы его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс и как я уже говорил, поставьте лайк этому ролику, если этот биток или этот видос вам понравился. И обязательно, обязательно подпишитесь на канал, потому что если это видео понравилось, другие мои видео понравятся точно. Ну и на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok